Другим темам в Сочи сегодня стартует международный инвестиционный форум, уже 15-й по счету. Одна из главных задач – показать потенциал нашей страны и ее регионов, в каждой из которых стремится привлечь крупный бизнес. В центре внимания экспертов со всего мира будет и вопрос качества управления на местах. Из Сочи репортаж Алены Евтековой. Инвестиционный сочинский форум в цифрах – это 24 страны-участницы и более 700 руководителей российских и зарубежных компаний. Главная цель уже ставшего традиционным экономического форума – найти инвесторов. Заинтересовать своими предложениями не только отечественных предпринимателей, но и представителей зарубежного бизнеса, которые, несмотря на непростую экономическую ситуацию, видят в России важного и выгодного партнера. Для меня это первый раз, что я здесь. В этом году мы были тоже в Петерский форум. И здесь это более для бизнеса, это очень интересно, потому что можно встречаться в короткое время с многими гувернаторами. Эта площадка чем удобна? То, что много лиц первых из субъектов федерации, из других стран, которые принимают решения. И это очень сильно экономит нам время для выстраивания взаимоотношений. Представляете, если бы с каждым из них попытаться встретиться, уйдут годы. А здесь за несколько дней это все можно решить. Регионы стараются продемонстрировать все грани своей инвестиционной привлекательности. И здесь все средства хороши. Например, у Ростовской области в ход пошли пятиметровые стройные ножки. Запоминающийся образ инсталляции – символ донской экономики, которая выросла за последние годы, в том числе за счет прихода туда крупных иностранных и российских компаний. Не отстают и другие регионы. Здесь можно очутиться у фонтана в московском ГУМе или, заглянув за дверь, попасть в Краснодар, где художник онлайн напишет портрет любого из участников форума. О вещах, далеких от искусства, оказывается, можно рассказывать и так. Постоянный участник Минстроя России в этом году представил свой стенд, презентующий новейшие проекты в сфере ЖКХ. Наши успехи продемонстрирования на стенде и также в мультимедийном контенте, они свидетельствуют о том, что ЖКХ сейчас – это реальный сектор экономики, в который можно заходить, можно приходить инвестору. Мы открыты абсолютно для прихода частного бизнеса и максимально для этого доработано законодательство. Дмитрий Казак на открытии инвестиционного форума обозначил основной круг вопросов. Деловая программа Сочи обещает быть интересной и насыщенной. Мы будем обсуждать новые методы государственного и муниципального управления. Спасибо за ту работу, которую вы делаете, за ту энергию, которую вы проявляете. Помимо основной программы для участников – насыщенная культурная и спортивная. Так, накануне на льду Олимпийской арены «Шайба» сошлись сборные ночной копейной лиги и международного инвестиционного форума. Борьба получилась нешуточной. Без занятий спортом невозможно эффективно работать. Поэтому надо заниматься спортом, тогда и настроение улучшается, и дело спорится. Деловая программа форума стартует сегодня. Формат «Панельные сессии. Круглые столы», где эксперты обсудят стратегии развития регионов, IT-отраслей и курортно-туристической сферы. Регионам предстоит показать, кто из них более достоин внимания инвесторов, а последним принять очень непростое решение – выбрать из всего этого богатейшего разнообразия лучшие условия для своих капиталовложений.